День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. Всем здравствуйте. Доброе утро. Как говорил Владимир Ильич Ленин, революционная ситуация, это когда верхи не могут, низы не хотят. Вроде бы верхи говорят, давайте, открывайте, обслуживайте в помещениях, рестораны, кафешки, все остальное, но только вот с клиентов с ковид-сертификатами и сами прививайтесь. А вот низы, как ни странно, вроде это же шаг навстречу, облегчение ситуации, возможность как-то обслуживать больше клиентов, но низы не готовы. Что называется, да, но нет. И есть информация о том, что примерно 70 активные предприятия сферы ресторанов привили около 70% коллективов, однако части работников надо ждать еще второго укола или кто-то отказывается. В общем, есть свои проблемы у кафе и ресторанов, и об этих проблемах мы хотим поговорить с главой, президентом Атвийского общества ресторанов, Янисом Ензесом. Янис, доброе утро. Доброе утро, Янис. Доброе утро. Ну что, поздравляем коллективно, поздравляем вас с теми облегчениями, которые вчера буквально свалились на вашу и нашу головы. Можно теперь прийти, наконец-то, в ресторан нормально, внутрь, спрятаться от солнца, вот этих рекордных температур, которые будут зашкаливать, там даже обещают, что побит температурный рекорд 34 градуса на данный момент он составляет, и спокойно поесть в компании даже, там, с семьей, с детьми, да как угодно. Но, оказывается, рестораторы не особо-то готовы. И на примере, ну не то чтобы это ваши коллеги, но параллельно происходит другая история. Не все, далеко не все. Спортивные залы будут открыты, хотя тоже, казалось бы, им сказали, вот, берите, возможность есть, открывайте, тренируйте привитых и тех, кто переболел. Они говорят, не-не-не, нам выгоднее не открываться. Так что происходит с ресторанами? Вам выгодно открыться и возобновить работу почти в полном объеме, или все-таки есть определенные нюансы? Да, спасибо за приглашение. Как вы же говорили, там немножко нет диалога между верхами и низами. И этого, ну, в принципе, я бы сказал, на последние полгода очень-очень не хватало. Конечно, наше министерство, министерство экономики, я им и горжусь, они работают круглосуточно и как бы отстаивают интересы отрасли. Но с министерством здравоохранения немножко трудновато. И вот как раз вот тоже последние изменения в регулировании, как вы правильно упомянули, что можно в помещениях, но только, ну, там три уровня безопасности, ну, немножко нас мутило, потому что тоже это было в форме монолога, не в форме диалога. Мы, ну, довольно-таки своевременно говорили с министерством и сказали, что мы считаем, что мы любим всех гостей, и мы хотим всех принимать, и хотим принимать и вакцинированных, и переболевших, и тех, которые со свежими тестами, и не хотим как бы, ну, сортовать людей в разные уровни, или разные касты, в зависимости от их обслуживания. Ну, чисто тоже практические, технические вопросы, ну, понимаете, ну, такое даже курьезное, да, если вы работаете, например, на террасе с невакцинированными и внутри помещения с вакцинированными, вы должны иметь два туалета отдельных, потому что вакцинированным, невакцинированным нельзя в один туалет ходить. Понимаете, ну, такие немножко абсурдные, конечно, это регулирование было придумано Министерством здравоохранения, ну, ночь перед Кабинетом министров особо не обсуждалось с отраслью, и когда вот это стало в силу, у нас много вопросов было, Министерство экономики подготовило разъяснение на 4-4 страницах, после прочтения которых у предпринимателей было еще 20 вопросов. Просто стало больше. Да. Я вообще, я думаю, если нам, которые мы в отрасли, каждый день все еще до сих пор не совсем понятно, я думаю, как клиентам разобраться, в какой касте, в какой категории они находятся, что они могут. Но тоже, ну вот, как вы говорили, из-за разных причин процентов 90 наших членов заявили, что они не хотят дисклинировать никого, и они, ну, при таком сложном тоже регулировании, сложной ситуации, ну, не начнут работать внутри. Ну, процентов 10 начали, но тоже там, вот, как я говорю, очень много, мало было разъяснений клиентам. Клиенты приходят сразу после второго укола вакцинации и требуют, что их обслуживали внутри. Ну, работники им говорят, что им надо 2 недели еще подождать, пока они будут совсем безопасны, или иммунитет ступит в силу. Ну, очень много недоразумений. И, знаете, ну, отрасль немножко, я, так может быть, с улыбкой, да, ну, отрасль очень измучена за последние годы, больше года. И очень ждала этот, когда в силу ступит принцип светофора, который был предложением, ну, как бы, ну, официальным предложением, даже регулированием Министерства экономики, где при 200 заболевших на 100 тысяч жителей, значит, мы можем уже обслуживать внутри. Сейчас эта сила не ступила, мы должны были уже работать пару недель внутри по эпидемиологической ситуации. Но, знаете, ну, отрасль устала от ограничений. Мы понимаем, что здоровье общества – это на первом месте, и мы готовы сотрудничать, все делать, чтобы общество было здорово. Но когда чувствуют, что ограничения просто для того, чтобы ограничивать, или вот какие-то придумывать другие схемы, как бы побольше людей провакцинировать, ну, это мы не считаем честным переложить очень важную, важную вещь о вакцинации, по иммунизации общества, но переложить на плечи нескольких отраслей, которые и так пострадали от пандемии. Ну, это мы, это спорт, как вы упоминали, это красота, туризм, ну, немножко нечестно. И при том тоже, что в январе, когда были эти, развивались приоритетные листы, мы по просьбе наших членов спрашиваем в Министерство здравоохранения, ну, пожалуйста, включите общественное питание и гостеприимство в эти приоритетные группы. Они сказали, да, вы не приоритет. А сейчас требуют. Да, да, все провакцинируют, и потом вы будете. А сейчас вот как бы только что, вот момент, когда все вакцины доступны всем, кто хочет, ну, там даже, как вы правильно упомянули, что даже такие наши самые активные члены, которые организовали коллективную вакцинации, у них вот этих 70% работников, это иммунная, иммунитет вступает в силу, ну, около Лига, после Лига. Понятно, что Лига все будет на природе. Даже они не могут открыться. Конечно, я понимаю, что есть какие-то, может быть, маленькие предприятия, семейные предприятия, где оба владельца вакцинированы, им легче организовать этот прием как бы вакцинированных людей, но большие предприятия, где все-таки, ну, у нас не обязательное вакцинирование, значит, ну, трудно собрать коллектив во всех, например, своих точках, чтобы там были только вакцинированы. Вдруг один не вакцинированный, там все, ситуация меняется, и регулирование меняется. А как меняется? Как меняется, вот если вдруг в коллективе есть один-два сотрудника, который по каким-то причинам, но не хотят... Например, вот самый безопасный коридор, где вакцинированные могут не соблюдать дистанцию, не пользоваться масками, что, мне кажется, тоже очень странно, потому что медики говорят, что они могут болеть, значит, они могут и вирус приносить, что, мне кажется, логично. Если человек получил свежий тест, то это понятно, что он на тот день вообще безопасен, но он как-то попадает в этот небезопасный уровень. Ну вот, значит так, если вдруг в зал заходит человек с тестом, тогда все надевают маски, все вакцинированы, прекращают танцы, надевают маски, рассаживаются за стройками с двухметровой дистанции. Что за идиотизм? Ну то есть, не говоря уже о том, что один и тот же официант, ну как вы упомянули, туалеты одним и тем же нельзя пользоваться, тогда и один и тот же официант не может обслуживать на террасе и внутри помещений? Ну, в принципе, да, он… Нет, нет, конечно, если официант не вакцинирован, он может работать только на террасе. А, не вакцинированные могут работать, не обязательно от них избавляться. То есть, параллельно идёт, он должен достичь тот же уровень безопасности, значит, в этом танце партии вакцинированных могут участвовать только официанты, повара, которые вакцинированы или переболевшие. Господи, как у вас мозг не взрывается от этих всех регулирований, а? Представляете-ка? Нет, честно говорю, не представляю. Мы ещё повозмущались немножко в соцсетях и написали пресс-релизы, но, конечно, может быть, мы так с улыбкой, но, конечно, ситуация печальная, потому что это говорит о том, что предприниматели даже в такое трудное время не могут полагаться на свои договорённости с правительством, что я упомянул, принцип светофора, потом мы делали принцип торгов, всё обговаривали и ходим на все собрания, все время это повторяем, повторяем, и это всё как бы отлагается в сторону. Сейчас у нас новый план, идём строить коммунизм. Немножко тоже ваше начало передачи, мне всё-таки всё, что сейчас происходит, мне напоминает немножко в советское время и очень хочется возвращаться. Хочется остаться в западной демократии, я надеюсь. Но мне, кстати, эта ситуация напоминает всё-таки и, честно говоря, сегрегацию в Америке, когда… Ну, первая мысль у меня тоже такая. Да, тоже, что вот там вход чёрным запрещён, получается, что… Скамейки только для белых. Для белых. И вот получается, что если, например, идёт пара в ресторан, один, может быть, переболел супруг, а второй нет, и он не вакцинирован, то говорят, вот вас мы можем запустить, а вашу жену мы обслужим на террасе. Ну, то есть, например… Оставляй за порогом, миску с водой мы ей принесём. Ну, то есть, это же какое-то тоже получается… Ещё один момент. Дети. Латвия – одна из очень мало стран Европы, которая прививает детей с 12 лет. Значит, если вы хотите, вот с этой двухметровой дистанции, например, ресторан предлагает, и вы хотите поужинать с семьёй, вы делаете, и вы не вакцинируете, вы делаете это себе, жене и вашему 12-летнему ребёнку, чтобы покушать в ресторане. Конечно, это регулирование, я смотрю так со стороны на коллег, на отрасли мероприятий. Если я хочу пойти на концерт Бусулиса или своего любимого певца, я сделаю тест, поеду, и это того стоит. Но если я хочу кужать в ресторане, делать тесты всей семье, они будут платными? Конечно, платные. Они и сейчас, в принципе, платные без необходимости. Я это прочитаю регулирование, что мне можно, куда мне идти, какой туалет я, какой другие. Я лучше останусь дома позже. И поэтому мы очень серьёзно тоже сказали, что мы требуем правительству очень серьёзно рассмотреть последующую помощь предприятиям, потому что мы не считаем это снятием ограничений. Это такой макетинг, планы вакцинации, которое не так легко шло в последние полгода, как мы все знаем. Но это не снятие ограничений. То, что некоторые политики говорят, так у вас же всё можно делать сейчас, это совсем не так. На практике, как я вам рассказал, всё очень сложно. Что касается возможных увольнений части персонала, которые принципиально отказываются от вакцинации, этого же тоже по закону нельзя? Нельзя, да, нельзя. Но знаете, наши члены, они мне звонят, говорят, что делать. У меня там повар, у него была сложная операция. Врач, ну, говорит, пока не рекомендуется. Ну, есть ли какой-то риск тромбок. или девушка, которая в положении, говорит, ну, что мне их увольнять, что мне с ними делать? Ну, они как-то будут планировать свою работу, чтобы никого не увольнять. И все могли бы работать. Но есть предприятия, я слышал, не члены нашего общества, где хозяин вошёл, сказал, так, все быстро вакцинироваться, кто не вакцинируется. И другое место работает. Конечно, это очень печально. И тоже, ну, как бы, как бы такая острая дискуссия на эту тему, мне кажется, ну, я со своими друзьями тоже говорю, тоже в развитых европейских странах, что вот такого прессинга и, как бы, деления общества и даже вот такой немножко ненависти вот таким самым активным представителям с каждой, ну, такая полярная группа. Ну, такого у них нет. Я надеюсь, что, ну, как-то мы сможем пойти, ну, тоже на это политическое решение пойти в сторону примирения. И, ну, вот, как бы, тоже наша цель же здоровья общества, не процент или количество вакцинированных. Ну, разумеется, да. А вот насчёт другого места. Нет ли сейчас дефицита кадров, учитывая, что за вот эти, ну, полтора года пандемии, может быть, многие, ну, вот, сотрудники отрасли поменяли работу, ушли, ну, потому что были трудные времена? Есть, да, да, конечно, нехватка кадров есть, и это мы чувствуем, потому что тоже был, если вы помните, какой-то год назад или какое-то время назад был призыв премьера менять профессию. Да, 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 да. И, к сожалению, ну, да, люди поменяли. Много людей, очень хороших профессионалов уехало за границу работать. И, ну, да, ну, такая, ну, мы работаем, и сегодня как раз, если ваши слушатели заинтересованы тоже в будущем нашей отрасли, я хочу поэкломировать на фейсбук-страничке общества ресторанов, будет проходить прямая трансляция, виртуальная конференция по поводу генерала Веновича у нас, это как у нас, просто... Генеральное соглашение, в общем-то. Да, генеральное соглашение. Договоренность. Да, генеральное соглашение, и тоже мы не отбросили мысль про сниженный МДС общественного питания, и мы в течение полтора часа с десяти будем обсуждать это с министрами, с тоже представителями конфедерации работодателей, другими нашими друзьями ассоциаций и с работодателями, и с тоже профсоюзом. Огромное спасибо Янису Ензису, президенту Латвийского общества ресторанов. Удачи в борьбе, будем следить, конечно, за прямой трансляцией. Пойдем в рестораны, поддержим наших рестораторов. Да, все держимся, все держимся. Этот бред когда-нибудь закончится. Хорошего дня Янису. Мы уходим с Олегом на небольшую паузу, после которой вернемся. У нас впереди еще один гость. Спортивный такой, не самый распространенный вид спорта. В общем-то, мы зададимся вопросом, почему спорт, занимаясь которым, в общем-то, легко соблюдать все эпидемиологические требования современности не пользуются еще до сих пор такой популярностью. В чем проблема, в чем нюансы? Буквально через несколько минут оставайтесь с нами.